Арон Исэевич Немцович однажды сказал, проходная пешка является опасным преступником, которого необходимо посадить за решетку. Но видимо не всем гроссмейстерам известно кто это такой. И сегодня я предлагаю разобрать еще одну партию матча Крамника Алькантера, в которой международный гроссмейстер разыграл Эншпель на уровне третьего разряда. Владимир Борисович пошел Д4 на ответное, Д5 начинает борьбу за центр. На доске вновь разыгрывается каталонское начало, слон выходит на большую дорогу, Алькантера шахует короля и челночным маневром заманивает вражеского слона на не самые удачные поля. Крамник завершает фенкет, следует 2-0, белые защищают пешечку, Алькантера играет конь Д7. Владимир Борисович также уводит короля в безопасное место, Ассе Эдуарда централизует коня, белые завершают развитие, заставляя определиться черную лошадь. Алькантера пробивает на поле Д2, получает преимущество от двух слонов, но при этом его белопольник находится под завалами собственных фигур и пешек. Мексиканский гроссмейстер защищает атакованную пешку, Крамник создает еще одно нападение, Алькантера меняется на поле Ц4 и играет конь Б6. Есть такое правило, при пространственном преимуществе противника нужно менять фигуры, поскольку в стесненной позиции это облегчает маневрирование. 14-й чемпион мира не возражает против этого обмена, защищает пешку ладьей и продолжает играть на пространственное преимущество и ограничение подвижности белопольного слона соперника. Алькантера еще раз нападает на пешку, Крамник контратакует ферзя и после отступления продвигает пешку вперед, приоткрывая диагональ белопольному слону. Жаспемчик налаживает коммуникацию ладей, Крамник впендеревает коня, Королева возвращается на базу для того, чтобы подготовить высвобождающие подрывы на ферзевом флонге. И Крамник прикручивает кислородный краник еще и чернопольному слону. Алькантера расчищает дорогу ладьей, Крамник сдваивается, Черный завершает последнее приготовление для прорыва на ферзевом флонге. Владимир Борисович играет ладья Д1, Хосе Эдуарда нападает на коня, далее следует серия профилактических ходов и пошла вода горячая. После взятия Черный пробивает на поле Д3, жирает центральную пешку, Крамник угрожает вторжением в обжорный ряд, Алькантера защищается ходом ферзь Б8 и Владимир Борисович засандаливает коня. Ладья уходит из-под копыт белого всадника, Крамник играет Б4, следует взятие на поле Д6, удар ладьей и после массовых разменов белый отыгрывает пешку на поле А7. Итак, после небольшой потасовки пыль улеглась и на доске возник примерно равный Эншпиль. Единственная опасность Черных заключается в том, что в перспективе белые могут образовать отдаленную проходную на ферзевом флонге. И, вероятно, убивало всякую интригу про движение Б5, чтобы намертво прибить гвоздями к полю А3 белую пешку. Ну, например, на ферзе 8 Черный защищается королем и поле С6 защищено дважды. В случае хода слоны Ф1 Черный освобождается от связки, после шаха играет ферзь Д7 и, видимо, это рыба. В нашем же поединке Хосе Эдуарда пошел король Ф8. Но, в принципе, пешка на поле Б4 пока под боем, Крамник играет слон Ф3, Черный пытается создать контр-игру на королевском фланге, где у них пешечное большинство. Владимир Борисович меняется на поле Ж5 и после хода король Ж2 еще не поздно было сыграть Б5. Ход, который любой перворазрядник сделает просто рукой. Но в партии Алькантора играет слон Д7 и позволяет противнику все-таки образовать отдаленную проходную. Брать на поле Б4 нельзя из-за провисания слона. Алькантора подстраивает какую-то маленькую ловушечку. В случае взятия на поле Б6, белый теряет сильнейшую фигуру. Крамник обходит расставленные сети, просто меняет белопольных слонов и убирает короля на поле Ж1. Черный получает тяжелейший эншпиль, в котором можно было держаться, только делая четкие компьютерные ходы. Необходимо было пойти Е5, в случае двойного удара сыграть Е4, отдать пешку на поле Ж5. И вот как-то так делая единственные ходы, пока что черный не проигрывает. Но видимо из-за того, что партия игралась на живой доске, непривычной, как утверждают некоторые специалисты для мексиканского гроссмейстера, Алькантора не смог поднять все эти ходы. В партию он пошел Ферзи1, король уходит на поле H2, и белый начинает продвигать пешку Ферзи. Короче говоря, Жаспемчик еще немножко побарахтался, потрепыхался. Владимир Борисович выписывает шах, защищает пешку королем. У черных шахов нет, а белый хотят пойти Ферзи8 и провести пехотенца Ферзи. И после хода Ф5, Ферзи8 и Ф4 на 45-м ходу Алькантора сдался. Пешка проходит Ферзи, вечного шаха никакого нет. Ну что можно сказать по поводу этой партии? Очередной виртуозный эншпиль в исполнении Хосе Эдуарда Альканторы, сыгранный на уровне третьего разряда. Да простят меня все третьеразрядники. Но я просто не понимаю, как можно не знать таких базовых вещей, как ладья на седьмой горизонтали, что мы наблюдали в предыдущей партии, либо фиксации пешки кандидата. Напишите в комментариях ваши соображения, ставьте лайки и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok